Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня обещанный мною обзор на скрабы для тела. Покажу разные и сухие, и совсем такие лайтовые типа гамажей, да, вместо геля для душа, и пожёстче что-то, да. Перед тем, как смотреть, советую сначала пройти по ссылочке. И я прикреплю, посмотреть моё старенькое видео про там как раз уход, да, антицеллюлитный, и там же про скрабы. Там же, просто я сюда не стала как бы вставлять, да, дабы не повторяться, да. Там можно, кстати, про Рише посмотреть, я там рассказывала. И один из моих любимых скрабов, который тоже, он как по сути аналог Рише, да, только бюджетный, это вкусвиловский скраб, да, для тела кофейный и спивак. Ну, по сути, это одно и то же, потому что производят один и тот же бренд и для спивак, и для вкусвилла. Вот. Можете посмотреть. Интересно. То есть, всё рассказываю. Здесь другие средства, соответственно, да, то, что всё я уже протестировала специально, да, и сухие, и мокрые, и всё-всё-всё. Буду вставлять на каждое средство картиночку, да, соответственно, чтобы текстуру вам тоже показать. Вот, чтобы можно было посмотреть. Вот, поэтому давайте начнём. Собственно, первое, значит, что покажу, это солевой скраб Delicare, бюджетный бренд, 100 с чем-то рублей стоил в улыбке радуги. Уже, мне кажется, я вам какой-то один такой показывала, я не помню с чем, но точно был, с другим ароматом просто. Вот. Этот у нас мята Мелисса с малиной. То есть, очень приятно пахнет. Обалденный. Скраб жёсткий. Такой прям вот отличный. Эту банку я достала, она у меня не совсем уже в приглядном виде, близко не буду достаточно показывать. Из сумки для зала. То есть, вот я её сейчас буквально за несколько раз тоже добью. Офигенно. Мне очень нравится. Он прям вот выглаживает круто. То есть, всё здорово. Солевой. Ну, только, конечно, солевой после эпиляции мы не делаем или после всяких каких-то таких мероприятий, потому что будет щипать иначе адова. Вот. Но, вот, мне очень понравился этот скраб. Вот, я его даже повторила, да, просто в другом аромате. Вот в этом аромате, может быть, даже ещё повторю, потому что, да, ну, как бы сто с чем-то рублей за, как бы, в принципе, здесь нормальный объём. Ну, 250 миллилитров удобно с собой и в зал, как бы, да, то, что и для дома. Сильно ванну не пачкает, то есть, спокойно можно всё это смыть, да, то есть, не оставляя, да, каких-то, ну, грязи, короче, в ванне. Потому что про это мы сейчас отдельно ещё поговорим тоже, как бы у нас будут тут грязнули. Вот. То есть, офигенная штучка. Рекомендую, рекомендую. Дальше. Второй у нас товарищ. Ещё, как бы, он у меня не заканчивается, ещё такой полу-новый. Гранат и виноград. Это у нас лавель. Вот такой. Это уже более такой вариант просто вот, ну, замены гелю для душа. Так вот, такой чисто по лайту, по лайту, по лайту. То есть, он прям такой, как желеха. Очень приятный аромат. Прям очень вкусно пахнет. Тут и гранат, и вот именно чёрный виноград, вот как и нарисовано. Очень вкусно пахнет. То есть, это вот именно такой вкусный-вкусный такой релакс в ванне, да. То есть, сильно он не отскрабирует, не отшлифует. Именно такая лайтовая-лайтовая просто полировочка, да, просто вот на поддержку. То есть, ну, условно, чередовать там, да, какой-то жёсткий скраб. Можно вот совершенно спокойно вот с таким, да. Потому что вот он такой прям вот классный, такой прям вот релакс в ванне, ароматерапия практически. То есть, мне очень нравится. То есть, несмотря на то, что как бы сильно он там хардкорного эффекта не имеет. Заказывала, по-моему, на Озоне, насколько я помню. Тоже как бы бюджетный бренд, но лавель, да, как бы тоже никакого не люкса здесь ничего нет. Дальше, ещё более бюджетный бренд. И фитокосметик, вёдровки наши, которые классические. Фикс-прайс, рули, да, где их ещё взять? А, ну, может быть, эти в Ашане, наверное, есть. Антицеллюлитный лимонно-солевой моделирующий. Из этой серии ещё люблю виноградный, но у меня, к сожалению, закончился. В наличии купить не было, да, чтобы вам показать. Вот, но такой же из этой же серии виноградный, просто вам бездный. Вот, виноградный, кстати, чуть полайтовее. Вот, здесь прям, ну, такое прям соль-соль. Но пахнет очень приятно, очень лайтово. То есть, вот, а, здесь на горчичном масле с лимонным соком и мёдом, да. То есть, здесь как бы лимон, он не такой прям бабах, да. Он смягчён именно вот этой медовой составляющей. Очень прикольно, но единственное, что вот его надо не на сильно влажную кожу, чтобы вот чуть-чуть вот полотенчиком промокнуть, да, потому что иначе он начнёт просто скатываться. Ну, то есть, эффекта просто не будет. Вот, а так, соответственно, всё круто, всё здорово. Очень, как бы, такой формат, да, компактный, я бы сказала. Хотя тут сколько, да, 155 мл, да, но вот упихали в маленькое вёдрышко, как бы, да, более чем приятно. За свою цену в фикс-прайсе, как бы, почему нет? Тем более, кто любит лимончик, да, всякую вот такую цитрусовую тему, да, это точно понравится. Дальше из, тоже не сильно, значит, каких-то, да, экстра вариантов, просто тоже гаммаж вместо геля для душа. Кстати, в прошлом видео, в старом тоже показывала вам формат в таком же, да, только здесь у меня и фраше, это вот просто то, что сейчас у меня в наличии вам показать. Бомбезно пахнет мята с малиной. Я уж не знаю, надеюсь, это будет не лимитка, просто обратите внимание, просто, ну, как оно вкусно пахнет, просто офигенно. В прошлом видео показывала вам тоже такой же гаммажик от L'Occitane миндальный, то есть из серии, которая вот их стандартное миндальное масло, да, для душа, и вот у них был вот именно гаммаж, такой скрабик. Тоже тот очень люблю, как бы, да, но сейчас у меня столько всего вагон, что пока не до L'Occitane, ну, и немножко душит все-таки, да, за L'Occitane, сами знаете, сколько стоит. И фраше намного бюджетнее, вот этот 300 рублей стоил. Но аромат, боже мой, реально можно брать только за аромат. И вот такие скрабики хорошо гаммажит, то есть тоже чередовать вместе с хардкорными какими-то скрабами, там, да, щетками, если пользуетесь. Такая light-версия, да, вместо геля для душа вообще огонь отлично. Дальше. Из последних покупок вам показывала вот такую парочку, значит. Первый у нас, он типа солевой для ног, лайм и чили. Но, собственно, если он для ног, собственно, почему мы его не можем использовать, это на тело, да, как говорится. Аромат бомбезный. Такой легкий-легкий цитрус, да. Насчет чили прям не скажу, что прям каким-то перцем пахнет, больше лаймом все-таки. Вполне можно его использовать и на ноги, и на руки, и на тело. Отличный солевой скраб работает более чем. Но самое смешное, что, да, уж казалось бы, да, вот скраб для рук из этой же серии. Вишневый, но сахарный, правда. Вот такой тоже, он достаточно ядреный. Пахнет бомбезно просто вишней. Чуть-чуть, конечно, химозной вишней, но вкусно все равно, очень здорово. И несмотря на то, что, как бы, казалось бы, уже для ног, наверное, скраб должен быть посильнее, но вот этот сахарный, да, вишневый, он жестче. То есть для рук, конечно, это прям просто песня, да. То есть вы сделали, да, отскрабились, можно какие-нибудь варежки вот эти, да, с увлажняющим кремом, найти там парафинчик какой-нибудь, что-нибудь еще, будет бомбезно. Он и пенится как-то лучше, то есть ты его когда начинаешь распределять, да, если там по телу, по рукам, неважно, получается очень здорово. То есть он и, как бы, условно, и помылиться, и помыться можно им, да, как бы, и не только отскрабиться. Вот, поэтому с точки зрения повтора, я думаю, что вишневый я 100% повторю, потому что он и круто работает. Также бюджетный, заказывала на Азоне, кажется. Здесь эффект по лайтове, но вот этот сахарный, это прям просто песня вообще. Мне очень понравился, я даже, как бы, не ожидала вообще ничего и, как бы, за такую цену, да, но здесь средства офигенные. Хотя, кстати, здесь сколько получается? А, вот этот вот лайм и чили 200 мл, а здесь всего 150 вишневым почему-то. Ну, ладно. В общем, в любом случае, средства мегабюджетные, как бы, и очень-очень крутые, которые стоят просто, ну, как бы, их переложить в более дорогую банку, какое-нибудь в стекло там, да, еще что-то, и будет реально ценник, как бы, можно ставить вообще в разы выше. Так, дальше из тоже сахарных, из этой же серии тоже, такого же формата скрабик, а сахарный для тела, маракуйя макадамия фреш джус. Вот такой фиолетовый. Я уж не знаю, с какого фига он фиолетовый, но так и есть. Пахнет, боже мой, моя любимая маракуйя. Ну вот, обожаю я. А я как еще это вижу, маракуйя, все, я беру. Это касается и еды, и косметики, и вообще всего. То есть, все, что с маракуйей, мне априори понравится. Это вот прям вот 100%. Очень крутой скраб. Тоже, соответственно, чем его... Ну, это просто для тела уже, да, его можно так же на руки, на ноги, пожалуйста, на все тело. Хоть умажьтесь. Обалденный. Здесь уже есть за счет, видимо, как раз масла макадамии, да, вот эта масляная составляющая. Ванну тоже, кстати, все вот это вот дело не пачкает, да, то есть, все это спокойно можно использовать, все, что я вам сейчас показала. Отлично. Все это смывается потом, и кожа такая мягкая, ну, за счет масла в составе, конечно. У кого кожа не сухая, потом можно даже не наносить какие-то там, ну, баттеры, там, еще что-то, да, для тела. То есть, будет не нужно просто. Вот, этого вполне хватит. Дальше. Вот такая коробушечка. Это у нас елизавека. Это у нас солевой бодискраб с зеленым чаем. Вот такая бодейчка. Тоже, что скажу, наносим, так же, как и вот этот отфитокосметик, только на протертую немножко кожу, потому что иначе будет скатываться, эффекта просто не будет. Он солевой, соответственно, очень приятно пахнет. Ну, вот, в принципе, да, наверное, зеленым чаем, да, с солью, но просто смысл единственный, вот к нему косяк. Очень тугая вот эта тема. Он густой, и тут, ну, такая маленькая дырочка. То есть, нужно очень много сил приложить, как бы, да, чтобы это все достать. То есть, в ванне, там, не знаю, мокрыми руками это просто достаточно тяжело сделать. То есть, вот я сейчас попробую даже вам подавить. Вот, я давлю, а он не лезет. То есть, здесь прям надо вот реально прилагать усилия. То есть, он очень густой, как бы, просто для такой упаковки. При том, что, почему они, кстати, его сделали вообще в тюбике, не очень понятно, потому что это, ну, вот, такой лайтовый гаммаж можно в тюбик засунуть, он достаточно жидкий, как бы, как гель для душа, чуть-чуть гуще, да, и нормас. Почему этот в тюбике, непонятно. Потому что по эффекту-то классно, как бы, да, тоже он так же хорошо отшелушит, все. Но прям просто упаковку немножко прогадали, они в этом плане просто очень тяжело выходят. То есть, ну, очень маленькая дырочка под такой скраб. Вот. А так, кто любит Корею, вполне, как бы, да, зайдет понравиться, как бы мне понравилось. Я говорю, кроме вот претензий к упаковке у меня ни одной. Так, ну и последнее наше любимое, да, то, что, как все любят, аналог реше, аналог реше, да. Ну вот, реше у нас уже давно не показатель. Три вот таких скраба. Тоже я вам это все показывала в покупках. Сейчас сравним. Значит, давайте вот эти два, они от одного производителя. Фиоре. Это у нас, господи, клубничный скраб для тела с хайлайтером на органовом масле и скраб со вкусом клубники в паломбире. Смысл в том, что я специально пролистала здесь весь состав, и состав не отличается вообще. Вот я сейчас вам даже зачитаю, да, что попробуем вместе найти отличия, значит. Соль гималайская розовая, соль гималайская розовая, соль мертвого моря, мертвого моря. Соль красного моря, соль красного моря, тростниковый сахар, тростниковый сахар. Экстракт ягод клубники, экстракт ягод клубники. Косметические сливки, косметические сливки. Органовое масло, органовое масло Кокосовое масло, кокосовое масло Масло иланг иланг, масло иланг иланг Миндальное масло, миндальное масло Так, а масло авокадо Вот я, кстати, нашла, всё, вот Здесь в этом есть масло жжоба, всё, единственное отличие Вот здесь его нету А так масло макадамии, масло авокадо и там, и там масло кедра так и хайлайтер в оттенке жемчуг и витаминки то есть вот разница в одном компоненте но, что странно что вот этот, который просто клубничный он почему-то жестче я не знаю почему то есть как-то вот он даже по текстуре как-то, да, он он реально жестче как будто крупнее что ли то есть я не знаю а манговый он прям даже по текстуре более такой как порошочек, а здесь прям больше как гранулы какие-то то есть вот насколько будет видно, да на матер посмотрите, но просто странно, что вроде как бы и состав практически идентичный, да, но текстура отличается, то есть вот я добью оба, конечно же, да, клубника и манго в пломбире, как бы я больше брать не буду а вот этот вот клубничный насчет хайлайтера, все по лайту чуть-чуть просто после душа вы выходите лайтовые-лайтовые такие какие-то блесточки на солнце красиво будет летний вариант отпускной вариант более чем все здорово, отлично никаких там, да, изысков, да, что что-то там как бы будет сильно сверкать нет, просто красивая кожа так заказать можно на Wildberries вот этих товарищей тоже все очень бюджетненько там что-то в районе 300 рублей как бы за пачку отлично имеет смысл посмотреть так, и значит последний товарищ наш это уже кофейный что у нас у нас? сибирская тайга таежная мята кофейные зерна гималайская соль кедровое масло органическое масло таежная пихта облепиховое масло экстракт мяты все всем хорош офигенный скраб просто прелесть просто вот прям ну кожа после него просто вообще шелк и бархат два в одном я не знаю при этом он мельче то есть если сравнивать кофейный тот же решет тот же там с пивак и вкус вилл вот и же с ними да там текстура крупнее здесь она намного мельче то есть это прям как перемолотый кофе для меня конечно пользоваться тяжело но ненавижу я запах кофе мне прям прям не заходит но кто любит вам очень понравится и эффект понравится и вот как он отшелушивает и все-то в нем хорошо и цена по акции по моему на озоне он кстати по полной цене мне кажется что-то рублей 700 стоил то есть я взяла дешевле соответственно рублей за 300 тоже но какая собака как он пачкает в ванну за счет вот этой мелкой текстуры вот кофейной да то есть если те даже кофейные да там с пивак вот это все за счет крупности да как бы оно нормально смывается а здесь если вы что-то не дай бог рассыпите или что-то у вас как-то полетит да пока вы будете там да себе проблемные зоны да как бы обрабатывать ох мало не покажется ванну отмывать ох тяжело будет то есть вот эти вот мелкие они прям во все щели в ванне забиваются в швы да то есть вот всем хороший скраб ну зараза грязный просто невозможно на такое периодическое использование можно но имейте в виду да что ванну мыть придется прям по полной программе но скраб просто на все 10 из 10 вообще вот претензий кроме грязности вот этой к нему нет фух все я высказалась разобрали с вами скрабы наконец-то да то что уже все как бы давно я обещала да специально все тестировала проверяла смотрела что нравится что не нравится да чтобы вам прям побольше то есть чтобы и лайтовые и пожестче и совсем вот такие жесткие кофейные да показать вот чтобы получился полноценненький вот такой обзор вот надеюсь было интересно и полезно увидимся в следующих видео пока-пока